Евгений Сатановский в телеграм-канале. Заметочка 556. А если так, что делать надо, сказал бы пан, все обнулить и дальше двигаться, как будто ничего не произошло, забыть про сотни снесенных в Польше послевоенных памятников и мемориальных знаков, посвященных 600 тысячам погибших при освобождении бойцов Красной Армии, про шельмование всего русского, советского и российского нынешними хозяевами Варшавы, про то, как они годами гадили. И про то, сколько нагадили Москве и в Европе, и в Америке, и в международных организациях, и у себя дома. Нет, ну понятно, Коперник, Шопен, Санкевич, Брыльска, Ольбрехский, Лем, Сапковский, но и Дзержинский. И что, куда хуже братья Кочиньские или Чепутович полагает, что вчера он нас к третьему рейху приравнивал, а сегодня мы с ним обниматься пойдем? А зачем? Евреи и полякам долго пытались их участие в Холокосте забыть. Не получилось. Как Польша решила от него официально откреститься, да еще начать дурным своим законодательством пугать свежепринятым, так все сколыхнулось. А с Россией что, иначе будет? Нет, дипломаты и политики, может, на это и способны. Они люди гибкие, да и среди журналистов найдутся. Там, кто не Станкевич, тот цепко. Заведут шарманку миротворцы про то и про это, про общность исторических судеб и про славянское единство, кто б его когда видел и слышал. Жалобить будут и шантажировать, и на лучшие чувства давить. Но столько сказано было польским начальством, что они вечный фронтир Европы, супротив восточного русского варварства. И что опора НАТО и защита от происков Москвы и Украины и Прибалтики и энергозависимость от клятого русского газа и зависимость от дорогущего американского газосвобода им краше собственных бюджетов. Что может дать им, наконец, возможность побыть независимым полигоном будущей ядерной европейской войны. Не зря же там НАТО насчет нее тренировалось. Ну так и зачем им наша дружба? В одну реку два раза не войдешь. С конкретными людьми не вопрос. Со страной не бывает никакой дружбы между странами. Те же поляки нас к этому и приучили. А с государством? Послы есть. Торговли и туризма почти нет. Но это не наш выбор. Так что как будет, так будет. С Украиной пускай дружат. С Литвой, с Германией. В рамках взаимного геноцида, который они друг друга устраивали. Оно в Варшаве в самый раз. Евгений Сатановский в телеграм-канале. Субтитры сделал DimaTorzok